Аутизм Добрый день! Поступил вопрос с просьбой рассказать о таком заболевании, как аутизм. Аутизм это заболевание, которое развивается, как правило, в детском возрасте, чаще всего до 3 лет. При развитии заболеваний после 7 лет ставится диагноз атипичный аутизм. Аутизм достаточно сложное заболевание. Но начать, наверное, следует с того, что нередко аутизм сопровождается и сопутствующей патологией, как психической, так и физической сферы. То есть помимо аутизма мы можем наблюдать одновременно вместе с ним отдельные признаки слабоумия. Мы можем наблюдать признаки органического поражения головного мозга. Нередко аутизм сочетается с самыми разнообразными пороками физического развития. Но вот эти перечисленные варианты, когда аутизм идет не в чистом виде, а в сочетании с другими расстройствами психики или с патологией физической сферы, мы рассматривать, наверное, не будем, потому что там, естественно, картина клиническая достаточно сложная из-за смешения разных заболеваний. Если мы говорим о чистом аутизме, то в основе этого заболевания, в основе его клинической картины, лежит нарушение способности пациента к восприятию окружающей среды, к восприятию информации. И в основном это касается именно социальных контактов, социальной активности. То есть ребенок не акцептирует, не воспринимает речь, обращенную к нему. Ребенок не нуждается в контакте, ну, практически не нуждается в контакте с родителями, не испытывает потребности, не требует этого контакта, как, в общем-то, любой здоровый ребенок это делает. Ребенок не удерживает контакт взглядом. Даже болевой порог у таких пациентов изменен, и они могут не чувствовать достаточно значительную боль, либо не обращать внимания на достаточно серьезные повреждения. И, соответственно, развитие, дальнейшее развитие ребенка, если уже в таком раннем возрасте, как я уже сказал, до трех лет, у него наличствует такая вот сложность с восприятием внешней информации, особенно связанной с социумом, с другими людьми, и с микросоциумом семья, и с макросоциумом общества, когда мы говорим уже там о детском саде, школе. Поскольку такие трудности присутствуют, то, соответственно, как правило, всегда наблюдается то или иное отставание в психическом развитии. Прежде всего, опять-таки, касающимся общения. Непонимание эмоциональных реакций окружающих, отсутствие интуиции, отсутствие возможности воспринимать некоторую информацию, отсутствие интереса к этой информации, отсутствие потребности в общении. То есть человек живет внутри себя. Его могут интересовать, занимать совершенно неинтересные подавляющие большинство вещей. То есть, допустим, пациент может долго и внимательно прислушиваться к тиканям часов, и абсолютно при этом не реагировать на обращенную к нему речь. Пациент может быть заинтересован каким-то предметом, который не представляет интереса для других. Допустим, какой-нибудь камушек может занимать внимание такого пациента в протяжении целого дня. Причем не то, что он с ним играет, там подбрасывает, ничего, что-нибудь. Вы просто можете держать в руках, на него смотреть. Поскольку социальное контактирование крайне затруднено, то нередко у таких больных даже не развивается речь, либо она останавливается на уровне самых элементарных звуковых сигналов, иногда просто их аллолит, то есть повторение того, что говорят окружающие. Опять-таки, значение речи, возможности использования речи такими больными либо недооцениваются, либо оцениваются не вполне адекватно. Естественно, зависит от тяжести проявления этого заболевания, но тем не менее, часть больных до конца жизни вообще не осваивает речь. Ну и, соответственно, от этого идут и все остальные проблемы. То есть, помимо всего, что я уже перечислил, как правило, наблюдаются различные невротические реакции. Поскольку такой пациент достаточно болезненно воспринимает любую социальную активность, как требуемую от него, так и обращенную на него, то, как правило, всегда, так или иначе, к аутизму прибавляются те или иные невротические симптомы. И такие, как различные навязчивости, тревожно-фобические расстройства, лечение и выявление которых опять-таки затруднено трудностью коммуницирования с таким пациентом. Поэтому аутизм является таким вот заболеванием, в основе которого лежит именно трудность коммуникации, трудность социального взаимодействия, и плюс к этому присоединяется целая масса других проблем. И опять-таки не следует забывать, как я говорил, аутизм нередко сопровождается и другими психическими заболеваниями, и врожденной патологией в физической сфере. При этом аутизм не является чисто абсолютно таким наследуемым заболеванием, даже у сиблингов, не у сиблингов, а у однояйцевых близнецов, при идентичном генном наборе, вероятность заболевания не превышает 36%. Но, тем не менее, наследственность имеет значение, отягощенная наследственность по аутизму, соответственно, есть вероятность, что и у ребенка тоже он может возникнуть. Но, опять-таки, еще раз подчеркну, даже у однояйцевых близнецов эта вероятность не превышает 36%. Есть теория, что аутизм может быть связан также, помимо вот этой генетической какой-то основы, пока четко не установлено, может быть связан и с травматическими воздействиями в период беременности, в период раннего развития. Но, опять-таки, какие именно конкретно эти проблемы, какие именно травматические факторы могут вызвать это заболевание, на сегодняшний день доподлинно неизвестно. То есть здесь присутствует классическая теория стресс-диотеза, такая же, как и у шизофрении, когда мы не знаем четко однозначно конкретную причину, но можем констатировать, что тот или иной фактор повышает риск развития этого заболевания. Генетическая отягощенность, да, повышает риск развития заболевания. Неблагоприятное течение беременности, наличие травмирующих факторов для развивающихся плода тоже повышает риск этого заболевания. Но ни то, ни другое не дает стопроцентной гарантии как наличия этого заболевания, так и его отсутствия. Таким образом, аутизм относится, в общем-то, к классическим эндогенным психическим расстройствам по этиологии психических расстройств. Смотрим ссылку на экране. Мы уже говорили про синдром Аспергера. Это тоже заболевания, схожие с аутизмом, но там не присутствует такого все-таки выраженного отставания в психическом развитии. Синдром Аспергера как раз-таки отличается от аутизма тем, что, как правило, ну и естественно, да, не сказал, надо дополнить, что при аутизме естественно наблюдается задержка моторного развития. То есть трудность развития мелкой моторики, неуклюжесть пациентов, неспособность к освоению того, что другим детям дается, в общем-то, гораздо проще, рисование, письмо. Это все вызывает достаточно большие сложности. Иногда может вызывать и агрессию, и неадекватные реакции. Эмоциональные реакции, естественно, тоже. Поскольку пациент с аутизмом не может полноценно воспринимать окружающих реакцию, то, соответственно, и свои он выдает, не совсем совпадающие с общим флоном. Или они неадекватные, или они отсутствуют, или они, наоборот, гипертрофированы. Ну так вот, при синдроме Аспергера, как мы говорили в видео в предыдущем, психическое развитие не так сильно страдает. То есть человек может быть достаточно умным, даже может быть очень одаренным в каком-то отдельном направлении при таких же, в общем-то, сложностях в контактах с окружающими. При аутизме же мы наблюдаем то, что у значительной части пациентов интеллект существенно снижен. Поэтому аутизм является достаточно сложным заболеванием, ну, может быть, если и в плане диагностики тоже, поскольку часто совмещается с другими расстройствами, но и в плане особенно лечения, потому что медикаментозного лечения этого заболевания как такового не существует. Возможно, оккупирование каких-то синдромов психомоторного возбуждения, национальной лоббильности, это можно, допустим, сделать, но на сам аутизм такие препараты, такое лечение не влияет. Поэтому основным является именно реабилитация и ресоциализация таких пациентов, насколько это возможно. Это работа долгая, постоянная, требующая значительного приложения сил, поскольку ответа от пациента ждать, как правило, не приходится. То есть проходит очень много времени, очень много усилий прикладывается, прежде чем начинает поступать обратная реакция. И это, естественно, требует значительных усилий. Но, тем не менее, это вполне возможно, это необходимо, безусловно, необходимо делать. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале, на портале YouTube. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.